добрый день давайте сегодня разберем как в excel я с помощью формулы уилсона рассчитать оптимальный запас и оптимальную частоту поставок значит смотрим формула заказа допустим и допустим на википедии в принципе здесь теория объяснена да то есть здесь минимизация общих издержек идет и выводится формула собственно говоря вот эта формула скопируем ссылку и в excel откроем и будем строить все это в excel на примере задачи в одного из вариантов здесь добавим листик черновые расчеты уберу так что мы здесь делаем значит мы здесь введем параметры задачи исходные у нас есть решение в варде оформленное и мы его сейчас просто переделаем в excel потому что у преподавателя возникает вопрос что-то у всех типовые решения вообще вы в них не разобрались вот что к чему соответственно мы просто скопируем на самом деле здесь вот три параметра и мы сейчас то же самое просто оформим в excel давайте так это самый быстрый вариант просто во время тянуть вот и сюда все это вставляем вот он может немножко подвиснуть здесь будет пример как есть вот здесь не обращаем внимание на вот эти вот все кривые вещи может быть их можно переставить сюда просто мы изначально так все вставили криво сейчас мы все это переставим не растягивать растягивалась еще раз переставим вот в принципе у нас здесь все более-менее ставил сейчас вот эти вот обработка формул так как нам это сделать значит вот здесь вот у нас будут вводиться параметры по разному можно оформлять просто показываю один из вариантов значит при этом мы сейчас заодно изучаем как вводить формулы в excel пишем здесь 55 ну то есть вот здесь вот убираем единица измерения прямо здесь у нас будет написано здесь логично так вот написать немножко скорректировать тире ну иногда тут глюки сформатированием но не важно какая у нас там было 3600 да 3600 ну в принципе можем вот здесь и прямо вот это написать так 3600 это дано да ну вот так вот посчитаем в принципе можно еще дополнительно здесь сделать параметры это ваше филу и тогда это будет для всех вариантов напомню что в данной задачи у нас для разных вариантов параметры исходные получается путем расчета из комбинации фамилия имя и отчество с некоторыми коэффициентами складываются там перемножаются и так далее здесь тоже нужно быть аккуратными чтобы ничего не перепутать чисто счетная ошибка чтобы не допустить ну здесь у скобочки не обязательно танк здесь тоже не обязательно в скобке все значит здесь мы рассчитали значит оптимальный размер заказа а вот формат рисунка формат рисунка уже забыл где здесь делается размер ну вот и сделаем 100 так так оставим здесь эту формулу так и теперь воспроизведем здесь эту формулу ну вот здесь вот остается формула здесь ну так как преподаватель требует от нас вычислений то мы их продублируем значит у нас в экселе степень корень квадратной степени как одна вторая идет вот теперь мы должны внести вот эти вот значения параметров тут есть числовой коэффициент двойка дальше у нас есть умножаем вот это 55 умножаем на 3600 и делим на 160 вот получаем 49.75 вот в принципе давайте также вот сделаем округление чтобы у нас все совпадало вот вот единственное здесь получается форматирование вместе с ячейкой меняется ну ладно просто чтобы вот так вот вместе с ячейкой не менялось здесь можно так вот сдвинуть потом сюда обратно перенести формулу здесь я немножко не предусмотрел заранее так оптимальный средний уровень заказа средний уровень запаса вот соответственно равно разделить пополам 287 немножко не предусмотрел сразу ширину ячейка этих формул точнее высоту ячейка соответственно здесь считаем q0 делим на q q у нас 3600 и разрядность у нас 300 дней в году можно в отдельные ячейки написать количество дней в году 4 1 в принципе когда мы будем строить график нам придется нас и для красоты для удобства в странице как углить сюда целого числа дней целого числа значений вот так здесь так ну здесь вот чисто оформление идет тут просто нужно какую-то опцию поставить чтобы изменить не изменяйте высоту формул при изменении высоты ячейки 3600 разделить на 4975 даже корректнее вот эту форму у нас не дублировалась вот как там называется число или количество число рабочих дней в году давайте сразу сюда внесем 300 вот это будет параметр и мы тогда сразу на этот параметр будем нажать вот окей видите все у нас сходится так больше времени на этот отбор ширины ячейки нужно где-то опцию найти вот в экселе чтобы она не привязывала высоту ячейки так период наш равен 300 разделить на наше вот это число 415 точка заказа здесь следующий нюанс что точка заказа по-разному можно определяться либо в данном случае она определена как количество остатка при котором нужно делать заказ а иногда ее определяют как количество при уменьшение на которое от максимального запаса нужно делать заказ соответственно по разным разное это будет количество потом на графике это посмотрим поэтому здесь у нас давайте введем параметры задачи 3 рабочих дня так сейчас 6 не составим рабочих и тут 3 напишем так куда соответственно здесь пишем формулу 3 умножить на 3600 разделить на 300 вот у нас 300 так 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 общие годовые издержки сейчас мы рассчитаем равно 55 разделить здесь скобочках смотрим без скобочка извиняюсь 38 плюс наше 160 умножить на 24 87 вот в принципе все сходится так общие издержки в данном случае у нас закупочная цена неизвестна то есть в рамках задачи она неизвестна то есть можно там бесплатно передают то есть мы просто являемся внутренним подразделением и не закупаем она просто поставлять кого-то другого склада внутри компании 3600 плюс наши затраты да вот в принципе общие издержки ну для данной задачи мы мы просто это удалим потому что это не нужно в рамках этого объяснения или здесь есть такая вот функция скрыть и скрыть данные есть еще группировка либо скрывать либо плюсиком таким делать но это просто уже про excel данные и у нас где-то здесь была группировка это по-моему все таки в анализе в анализе так вид сейчас посмотрим куда у нас делалась эта функция давайте просто скроем пока чтобы этот плюсик нам здесь не мешал так теперь что мне здесь не нравится мне во первых здесь не нравится шрифт давайте все делаем одиннадцатым шрифтом в принципе теперь стало аккуратнее выглядеть и по ширине здесь можем выровнять теперь и наконец здесь параметры основные введем фио ой господи извините он просто предлагает сразу здесь не а а ф у меня просто пункт свитчер установлен вот фио и у нас чему там равно фио я уже забыл 6 1 1 ну это тоже такие параметры вводные и 50 плюс и а